После такой разминки хорошее настроение гарантировано, значит можно отправляться по местам. Субботник в парке культуры, спорта и отдыха это не просто генеральная уборка, это праздник в формате квеста. Нужны грабли? Найди их! Организаторы сделали все, чтобы это мероприятие было не только полезным, но и веселым. Очень хочется из субботников, зачастую из такой пренудиловки, как многие говорят, сделать действительно праздник, объединяющий, консолидирующий людей. Людей, которые хотят убраться в собственном доме, которые хотят пообщаться, провести на свежем воздухе время и жить с чувством выполненного долга. Когда убираешь территорию, всегда потом такая маленькая, но гордость за то, что ты сделал. Каждый из нас понимает, что парк, особенно лесопарк, он будет живым, будет красивым только в том случае, если все мы будем следить за его чистотой. Первое, это естественно не мусорить, ну и безусловно освобождать его от сухих, гнилых деревьев. Хоккеист Алексей Морозов вспоминает, в детстве часто ходил на субботники с родителями, а сегодня уже сам взял с собой сына Никиту. Хотел с семьей выйти, но только сын остался, который не болеет из семьи, поэтому меня тоже поддержал. Хочу своим детям показать и привить вот эту заботу о природе. Мне кажется, это важно для того, чтобы природа была чище, красивее. Работы в лесу после зимы много. Нужно убрать валежник, сухие ветки и оставленный отдыхающими мусор. Боролись за чистоту и порядок 23 команды, в составе которых были жители муниципалитета, депутаты, чиновники, звезды. Сажаем деревья, рубим деревья, пилим деревья, делаем скворечники, чистим лес. Все работы в Одинцовском лесу проходили под чутким руководством и при непосредственном участии специалистов областного лесхоза, чтобы субботник прошел без вреда для природы. Оно важно и для леса, потому что убирая старую древесину, мы понижаем пожарную опасность, она не загорится, не возникнет лесной пожар. И, конечно, она очень важна для граждан, потому что гражданам приятно ходить в чистом лесу, который не завален ветками, не завален фантиками, бумажками, которые образовались за зиму. А пока одни убирали валежник, другие сажали деревья. Рядом с центральной поляной парка появилась звездная аллея. Для Дениса Майданова этот субботник первый. Раньше гастрольный график не позволял выбраться. Коллеге по цеху присоединился и актер Александр Носик. Мужчина должен посадить дерево, вырастить сына, построить дом. Я вот построил свой дом и посчитал количество деревьев на участке. Их оказалось 180. Я решил, что их должно быть больше. И посадил у себя еще штук 30. Поэтому к посадке деревьев отношусь как к рождению детей. Чем больше, тем лучше. Здесь куча детвора и молодежи. И очень хорошо, если они будут видеть, как люди ухаживают за тем местом, где они живут. Это очень правильно. Месячник чистоты в Одинцовском округе завершен. Впрочем, на этом закончатся лишь генеральные уборки территорий после зимы. Теперь коммунальщикам предстоит поддерживать чистоту. Если бы отдыхающие сразу убирали за собой, делать это было бы гораздо легче.